доброго времени суток дорогие друзья у нас проект хелик и так буквально вчера дал интервью блумбергу амир ярон нынешний глава центробанка сказал что он очень переживает за возможный сегер за возможный локдаун который может произойти вот буквально в течение следующего месяца он говорит что наша экономика при том что все показатели достаточно стабильный эти показатели можете увидеть в нашем обзоре в письменном обзоре при том что все показатели стабильно он боится что ввп может снизиться на пол процента это неопределенность его пугает но мы что-то не видели чтобы он еще и давая интервью заграничным разным изданием мы не видим чтобы до этого во время первого локдауна или второго или третьего он выступал и давал какую-то оценку или что-то его пугало как мы понимаем что господин ярону не просто человек который вне политики не просто человек который может говорить тем более за границу и на заграницу то что он хочет он явно представляет нынешний кабинет представляет господина беннета и нынешний политик очень это соответствует несмотря на все что экономические данные достаточно стабильны и есть прирост ввп и достаточно все хорошо было то сейчас он говорит что нет нас это пугает поэтому нужно максимально ограничиться всем чем угодно только не блокдауна это понятно потому что буквально днем ранее а или чакет представительница партии ямина выступила скала ну что поделать во время эпидемии люди умирают ничего поделать с этим но экономика наша экономика очень важна наши финансовые блага наши бизнеса очень важны поэтому мы не планируем закрывать ближайшее время что поделать и мы видим что более полутора лет назад когда была сам в самом разгаре только первая волна потом вторая волна эпидемии мы видели модель швеции мы видели что швеция приняла решение не закрываться и естественно по таким же примерно причинам экономическим причинам чтобы экономика не встала и как мы видели огромная смертность была среди стариков и мы с ужасом тогда делали этот обзор давали этот обзор и и наоборот полагаясь на то что именно еврейская составляющая еврейская душа никогда не даст умереть кому-то и естественно ничего не делая как вот сейчас мы видим это просто катастрофическими очень медленными темпами идет при третья вакцинация третья прививка очень медленно очень все это не хотя компания очень такая слабая мы видим что любые решения кабель корона кабинета принимается очень долго и очень с огромными опозданиями уже когда это нужно было ввести они вводят буквально месяц позже разные ограничения и мы видим что вот эта политика эти заявления либо части как говорится господин лапид который вообще не посещает или делает вид что он по зуму посещает эти корона кабинеты или либерман который принципиально не посещает эти эти к эти заседания просто говорит зачем это нужно я не знаю что будет сок давно это крайний случай и то есть они поют одну песню а именно эта песня звучит ничего старики по умирает слабый по умирать но зато экономикой магазины и рестораны и каньоны останутся открытыми позор это причем не только старики но это еще подвергать опасности детей внуков у кого не есть позор этому правительству просто провести с кровью на руках не нечего сказать буквально ничего не делая крича что что будет с нашей экономикой ничего не принимая вовремя не организовывая одно естественно люди умирают во время эпидемии но то же самое можно сказать ну что поделать вот этот пациент он тяжелобольной ничего не нужно его лечить зачем его лечить все но люди умирают катастрофа это катастрофой как такое может прийти в голову еврею сказать что мы пожертвуем жизнями людей только чтобы говорится набить карманы и только чтобы не помогая безработным или некой тех людей которые отправят в так называемый халат неоплачиваем отпуск у нас мало денег на это нет просто вся копилка это сейчас у господина либермана человека который нет принципов и вообще левоарабское правительство мы видим их нет принципов нет еврейских ценностей что является залогом то что было у право национального лагеря мы видели как господине тонягу его коллеги и господин лицман который занимал большую часть времени был министром министром здравоохранения закрывали все очень быстро и аэропорт и реагировали очень быстро и не говорили что тысячи тяжелобольных будет начнем думать закрывать нет все это делали оперативно потом мы видели пришло так называемый правительство национального единства начались просто начался бардак потому что этот антипрививочник этот не хочет закрывать этот представляет такие интересы эти сегодня мы видим за что мы не были благодарны это нам всевышний показывает сегодня нужно быть благодарными еврейская жизнь если нет еврейских ценностей все же как чем чем руководствуются лидеры нашей страны это просто огромный риторический очень очень печальный вопрос неужели мы должны заплатить такую серьезную цену за это неужели у еврея может быть такая вот жестокость такое безразличие тем более у наших правителей и мы видим это воочию были неблагодарны голосовали необдуманно получили лево арабское правительство которым наплевать никаких поддержек не будет по итогу локдаун все равно будет но вопрос какие какой ценой в общем есть над чем задуматься и это объясняет и вот эти вот интервью которые даются иностранным сми и это объясняет то что сегодня так вот боятся даже слова локдаун боятся говорить об этом открыто что это нужно необходимо буквально уже вчера это необходимо было но в общем будем надеяться на то что всевышний как говорится в наших книгах всевышнего все время смотрит его взор на нашей стране на лице строит и любая такая вещь нас делает умнее и учит нас тому что чего нам не хватает а именно говорит спасибо вот спасибо надо уметь говорить и тогда и наши дети и наши внуки и наши родители и говорится бабушки и дедушки будут под защитой то есть когда мы научимся выбирать право или правое правительство нормальное правительство а не виться на авось рисковать процветанием экономическим процветанием за десятилетия выстраивалась и естественно другим процветанием во всех наших сферах в том числе и духовной перед нами говорится непочатый край работой это огромный урок полный детальный обзор данной новости можете найти в описании к этому видео подписывайтесь наш канал ставьте лайки делитесь этим видео другим видео с друзьями с божьей помощью будем следить им больших чудес нашей прекрасной цветущей стране и в мире в частности если вы интересуетесь новостями израиля нравится наш проект хелик у вас есть какие-то идеи комментарии пожелания пожалуйста оставляйте под этим видео если вы хотите стать спонсором нашего канала из вкладочка спонсорство пожалуйста берегите себя и близких будьте здоровы и до скорых